Привет, дружище! Ты попал на шит-челлендж! Суть этого челленджа очень проста. Она заключается в том, чтобы поймать рыбу на всякое непонятное дерьмо. Я ловлю на какой-нибудь предмет, а ты в комментариях пишешь варианты следующего челленджа. То дерьмо, на которое я, возможно, буду ловить в следующий раз. Поехали! Привет, жена! Смотри, что принёс. Ты, дорогой, ты просто чудо! Чё? Даже не думай, это не для тебя! Ну что, дружище, сегодня мы с тобой продолжаем наш больной на всю голову шит-челлендж. И сегодня, в этот волшебный, прекрасный солнечный день, я буду ловить на призике. Я давно уже думал о том, что стоит попробовать на них половить. Плюс, опять же, после прошлого челленджа, после того, как я ловил на металлопластиковую трубу, в комментариях мне подписчики предложили попробовать всё-таки на призике половить. Чем я сейчас и буду заниматься. Вариации, как эту историю можно привязать на крючки немеренно. Но много всяких вариантов, короче, но ты, короче, из-за того, что их огромное множество, начинаешь теряться. Вот. И навязал я вот всяких разных тут приблуд. Можно, смотри, делать, оставлять пузырьки с воздухом, чтобы вся эта история в воде занимала вертикальное положение. Ну вот, с этого, наверное, и начнём. Такой песос, в общем, такой получился. Хвостик вот такой вот надутый и брюшко тоже вот такое надутое. При производстве данных приманок мне помогали мои нахолстовые дела, в общем-то. Тесочки, ниточки вот нахолстовые монтажные. Вот. Сейчас привязываемся и пробуем с тобой поймать на это чудо какую-нибудь рыбу. Да, он вертикально в воде стоит, прикольный, короче, такой. Короче, мой песос стоит, вот так скажем. Ну давай, сделаем первый заброс с тобой. Я приплыл на место, которое, возможно, и с применением приличных приманок, это можно пролететь. Но вечер, неохота была далеко никуда идти, поэтому приплыл вот на эту точку свою. Я, можно сказать, домашний. Тут есть щука, иногда подойдёт судачок, окунь. Ну, в общем-то, прицел на щуку. Так что давай, брат, делаем первый заброс. Перепады глубин тут 5, 7, 6 метров. Такие небольшие коряжки встречаются, так что будем поджигивать в лёгкую на презик. Кстати, компания по производству моих сегодняшних приманок называется «Гороскоп любви». Я взял две пачки, блин, обрыв. Оборвался «Гороскоп любви». Я взял две пачки в ближайшем магните. Пачка 12 штук стоит 110 рублей. Это линия потрясающая. Кстати, «Контакс», ты меня слышишь? В этом видосе мог быть ты. Если бы отсыпал бы мне деньжат, я бы ловил на «Контакс». Ну, или хотя бы, если бы просто проспонсировал мои приманки от фирмы «Контакс». Ну, там, всякий визит, я не принципиально, я думаю, очень. Хотя, я бы сказал, что это лучшая фирма. Ну, раз ты такой неуверенный в себе, то вот поэтому «Гороскоп любви» сегодня. Вообще, как бы, стоит на рыбалке себя обезопасить. Я за безопасную рыбалку, поэтому выбираю презервативы. Мало ли, сейчас всякие болячки у рыб есть, всякие болезни, там, саркомы, еще что-то. А с презиком оно спокойнее, сами понимаете. С презервативом мы, в общем-то, защищены от всяких там болячек. Была поклевка, но не засеклось. Первая поклевка на презике. Так, прошло почти полтора часа. Числа. Полтора часа я поимел одну невынятную поклевку. Но это была поклевка, сто процентов, потому что я отличаю поклевки от зацепов. И вообще, я, в общем-то, очень опытный и профессиональный супер спиннинг. Но неужели это пролет? Солнце садится. Поклевок нет. Возможно, это аномальная жара. Или неудачное место. Но это по-любому делаю не в презике. Мы должны поймать щуку или судачка. Но ничего не получается. Заброс за забросом. Оборот за оборотом. Ступенька за ступенькой. Она должна клюнуть. Уже совсем темно. Темнеет, ребят. Я не поймаю на презерватив никогда. Так, соберись, тряпка. Соберись. Сейчас переставимся еще разок. Все темно. Невозможно. Я ничего не поймал, пацаны. Вообще, пей, ничего не поймал. Поимел с саной две поклевки и все. Но это пролет. Это конкретный отсос-пейсос называется. Но ничего, я вернусь. Я вернусь. Я вернусь за тобой, рыба. Я возьму с собой презервативы и вернусь за тобой. Эх ты, блин, коряжник. Здорово, ребята. Следующий день. Пока все нормальные люди смотрят, как играет сборная России. Я после работы поехал на свою рыбалку. Приманки в своей собственной игре так как нету, ее приходится, так сказать, анонировать. Анонировать, прошу прощения. Есть, 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 есть контакт. Как я долго тебя ждал. Ты понимаешь, братан? На что ловится садак-то у нас в регионе? Тяжело было мне его, короче, выловить. В узел завязанный гондон. Мелкий, конечно. Сейчас мы его сфотографируем и отпустим. Так вот, кайф в мужах. Mission completion. Челлендж выполнен, дружище. Давай там, не забывай писать новые задания. Ну и, в общем-то, что-нибудь поадекватнее, пожалуйста. А то, что-то, видишь, тяжело как. Я даже не ожидал, что будет так тяжко. Такой вот небольшой судачан на презерватив. Ты понимаешь? Ты понимаешь? Челлендж выполнен. Mission completion. Смотри, какой красавец. А, он красавец. Почему? Потому что он попался на презерватив. Завязанный в узел. И это очень круто. Понимаешь? Это очень круто. Продолжаем. Продолжаем. Дальше. 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 Получается рабочий. Такой червяк. Дальше. Их, сход. Ты спалил, да? Увидел? Какое уродство, а? Дальше. Дальше. Но на это клюет. Я тебя уверяю. А почему бы нет? Смотрите, чуваки, презерватив настолько реалистичный. Приманка, что на нем две пиявки кидят уже. Видно? Наверное. Вот одна с ума сходит. И вот вторая. Присосались, прикиньте. Пиявки сосут. Офигеть. Вот это реалистично, я понимаю. Вот это съедобная резина. Съедобная резина. Рабочие приманки, рабочие. Они еще с запахом клубники. Это вообще офигенно. Были бы они еще с запахом кальмаров, анчоусов, макрели. Было вообще прикольно. Представляешь? Презервативы с запахом макрели. Это было бы прикольно. Это было бы прикольно. Так, завязываем узел. Прямо перед самым кольцом. Дима, смотри, какая получилась такая юбочка. Смотри, чем не приманка? Гом, гом. Ну-ка, что она там? Да, она играть тут начала как-то. Ну, вот, конечно, не из брохоз, но что-то похожее. Ну что, дружище, вот очередной челлендж и подошел к концу. Не забывай писать в комментах новый какой-нибудь предмет, на который будем ловить. А на призике, я думаю, мы с тобой еще половим осенью, когда будет охеренный клев, чтобы, блин, просто посоревнуемся с нормальной джиговой резиной. Съездим с кем-нибудь на рыбалку, чтобы один ловил на нормальную резину, а мы будем ловить на призике. Вот, не забывай ставить свой царский лайкос. Ну и до встречи!